Ну что ж, давайте создадим свою первую игру. Вообще, первым этапом создания игры является планировка. Я тут себе создал небольшой план того, что мы будем делать. Значит, первое, мы займемся этим сегодня, это базовая сцена, и она состоит из заготовки нашего поля, заготовки игрока и освещения. Я буду делать игру, где шарик перемещается по полю, и он будет собирать некие очки. Со временем мы это немножечко разнообразим различными плюшками. Для начала нам нужно создать 3D объект куб, и мы его назовем флур, он же пол. Мы дальше сбросим его в координаты, нажмем в трансформе, нажмем reset. И теперь давайте-ка настроим. Я высчитал, что для поля, которое они подходят, мне нужно 30 по x и 30 по z. Теперь мне надо просто переместить немного камеру, для этого я ее сброшу, как будто не звучало странно, и перенастрою заново так, как хочется мне. Значит, допустим, я хочу ее настроить с вот этой вот стороны, для этого я беру инструмент вращения и по Y вращаю его на 90 градусов. И перемещу его как-то вот так, затем еще чуть-чуть приподыму и наклоню. Ой, так, вот, и немножечко наклоню его. Все. Вот как-то так. Дальше мы создаем в папку assets новую папку. Назовем ее material materials. Это материалы. Материалы это нечто наподобие текстур для 3D объектов. И еще создадим новую папку, которую назмем нижнее подчеркивание scenes. Нижнее подчеркивание для того, чтобы она находилась выше всего в списке. И дальше мы сохраним, давайте-ка, заранее нашу сцену. Нажмем Ctrl-S или Save Scene. И сохраним ее нашу сцену. Назовем, допустим, level1. Давайте просто level. Теперь она у нас появляется в scenes. И теперь каждый раз, когда мы будем сохранить, она будет появляться в сценах. Теперь давайте-ка создадим, во-первых, еще один объект. Прошу прощения за это. И назовем ее... И это будет у нас сфера. Мы сбросим ее в показатели и поднимем на одно по Y. И назовем мы эту сферу ball. Дальше нам нужно немного поиграться со светом. Для этого мы берем наш Directional Light, который в пятом Unity уже существует заранее. При создании комнаты. И немного его переместим по тому, как нам надо. Давайте-ка я даже для этого использую глобальную систему координат. И нам нужно это сделать так, чтобы вроде бы и было видно шарик. Допустим, как-то вот так. Направление его не имеет смысла. Давайте-ка я даже уравновешу координаты. На 50, на 30, на 15. Скажем. Вот так. Мне такое освещение нравится. Теперь для того, чтобы нам было еще проще, мы сделаем следующее. Мы, так сказать, сделаем все это разных цветов. То, что я сказал про материалы. Для этого мы заходим в папку материалы и создаем новый материал. Материал мы назовем Ground. И тут мы выбираем цвет. Я выберу его из зеленых. И он будет где-то вот такого вот цвета. Дальше, чтобы применить этот цвет на объекте, мы его просто перетаскиваем на сцену. И вот у нас уже есть что-то некое. Что-то более красивое. Дальше мы создадим еще один материал. И называем его Player. И Player у нас будет немного синеватого цвета. Скажем, вот так. Где-то такого. И применяем его вот на нем. И мы его немножечко подвигаем для того, чтобы он у нас более прилично споткался. Кстати говоря, давайте мы еще возьмем камеру и слегка ее опустим пониже. Начальная сцена у нас готова. И мы уже можем что-то создать для того, чтобы тестировать. Поэтому в следующем уроке у нас идет базовое движение персонажа. То есть мы будем делать так, чтобы мы могли им управлять и двигать. А пока что на этом все. Всем удачи. До следующего видео.